Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своём канале. Живём мы в станице Геогинской, в Адыгее. Переехали из Омска, кто не знает. Я показываю свою жизнь, как мы живём. Мы на пенсии. Один год прожили в Краснодаре и купили здесь дом в станице Геогинской. И вот показываем, как мы здесь живём, в нашей станице. Аквилегия распустила свои цветочки. Какие красивые бутончики. Тюльпанчики запоздалые, какие красивые, смотрите. Прям такими, как будто острые иголочки, как у кактуса. Сейчас ещё покажу, тоже красивые. А вот этот вот, как бокал. Прям такой, знаете, крупный-крупный тюльпан. Тоже такая вот красота. Высокий, сантиметров, наверное, 60 на ножке. Боровинок пестролистный. Цветёт у него крупный круг. Такие прям цветы крупнее, чем у обычного боровинка. Ещё хочу показать вот здесь тюльпанчик. Такие вот притаились, как хризантемы. Вот уже скоро, скоро уже опадут. Но ещё даже не знаю. Не похоже на тюльпан. Прям такой, прям как астр какая-то. Или георгин. Вот иду с утра, заметила опять кроты. Вот неугомонные. Ты посмотри, а. Опять надо. Валера Мась Вишневского делает там. Ищет дырочку. И Мась Вишневского на тряпочку накладывает. И туда, ну маленькую тряпочку буквально. И туда вот в дырочку засовывает. Они этого запаха, говорит, не очень любят. Вон ещё такой же вот тюльпанчики ещё махровые. Прям красиво смотрится. Так уже один уже... Да, он уже отцветает. Какая красота. Но вот эти только ещё зацвели. Ещё нет пока. Что-то отцветает, что-то зацветает. Сегодня хочу в теплице. У меня стоял базилик. Вот такая вот чашка из-под торта. Я просто сыплю его. И вот он, смотрите, какой уже большой. Сейчас хочу его пересадить. Сейчас из чашки его вытащу. Вот смотрите, что получилось. Вот как вот были корешки там. В чашка получился такой базиликовый тортик. А пахнет так хорошо. Ну вот прям корешки сплелись все. Сейчас буду так частями разрезать и садить его в ямочке. Я в том году... Вот сюда вот, в тепличке. Я в том году садила. Здесь ему солнышка хватает и не печёт. Нормально. Почему-то я не могу вырастить его на земле. Только раз садила, у меня он пропадал. А здесь прям хорошо всё... Всё лето и до самой осени мы его... Вот с трёх кустиков... Мы его кушаем. С трёх кустиков я и заморозила его. Сейчас будет хорошо так куститься. Потом прищипываешь. Он всё пышнее и пышнее становится этот кустик. Вот сейчас буду садить. Вот на такие части я его разделила. Он хорошо делится. Сильно не поливайте только в день посадки. Вот и прям сейчас вот канавочку такую вырвала. И посажу такую... Здесь маленькую траншейку. У меня будет базилик здесь. Хорошо. Пахнуть. Ой, а пахнет такой запах. Прекрасно. Вот всё посадила. Так вот сейчас вот... А, соломкой прикрыла. Сейчас ещё корзинами накрою. Чтобы он хотя бы дня два немножко в тенёчке там адаптировался. Немножко перерос у меня. Надо поменьше, когда они растут. Они лучше переносят эту пересадку. Ну, некогда мне было. Поэтому ничего. Там пусть в кустике много кустиков. Они приживутся. Куда денутся. Сегодня я буду садить колеусы. Сейчас вот расставил, чтобы мне не забыть. Буду компоновать. По цветам, не знаю. Лишь бы сохранить сортность. Ну, чтобы красиво было, конечно. То я обычно по одному сажу. А сейчас вот посажу по два и по три посажу. Чтобы покомпактнее было. Да и когда бывает ветер в эту сторону, чтобы не сломались. Сейчас работа предстоит творческая. Ну, чтобы не просто так, а чтобы ещё и глаз радовало. Что буду сейчас вот этим заниматься. Оставила у меня 35 получилось сортов, которые мне нравятся. Вот такая у меня, можно сказать, клумба получилась. Все я их устроила. По три штучки посадила. По две. Все красивые. Сейчас разрастутся. И здесь будет такая вот огромная красота. Красотенская. Здесь вот ещё посадила лазончики такие вот. Вот, по три штучки. Бася! Ой, хорошо тебе. Ну, что ты? Ну, расскажи что-нибудь. В коробочке лежи. Коробочка – это всё для кошек. Да не забирай я тебя, живи. Маловато будет, да? Здесь тоже посадила. Ещё и помейка одна осталась. Вот я тоже сюда. Это аватар. Он сильно солнца не боится. Будет такой красивый, большой-большой кузляра. Тепличка моя опустела. Вот как хорошо. Прям замечательно. Вот. Огурчики надо будет посадить. Как раз место освободилось. Вот у меня здесь огурчики такие. Первые что-то неудачно получилось. А вот эти вот вроде уже прям хорошие. Вот ещё подсадила. Плохо всходили. Ну, вот. Нормально. Здесь вот как раз. Так у меня раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. И вон там ещё один выглядывает. Вот на эту сторону прям посажу. Прям так редненько-редненько. Семь штучек посажу. А там потом, на эту сторону, потом через месяц ещё посажу. Сюда тоже штучек семь свеженьких. И достаточно будет. Прям достаточно. Там базилик, огурчики ему не мешают. Вчера вечером ещё садили помидоры. Вот остались баклажанчики. Таня мне давала, подруга. Наши перчики. Ну, вот обещали. Как-то ночь прохладную. Вот сейчас немножечко, несколько дней. Они у меня ещё, пускай, помаринуются в этих стаканчиках маленьких. И я их посажу. Потом эти перчики. Гортензии мои развиваются. И которые в этом году садила. Этими черенками. И почками развиваются хорошо. Прям красотки. Видите, как жимолость. Ой, не жимолость. Голубика жимолость. Как голубика цветёт. Ну, первый раз посадили осенью. Смотрите, какая красота. Попробуем ягодки. Ну, пять кустов. Даже молоденькие. Вот эти маленькие. Не молоденькие, а маленькие. И то они как цветут. А вот это что-то куст. Почему-то не цветёт. Или он уже отцвёл. Нет. А, ну вот мало-мало-мало цветёт. Ну, посмотрим, что за сорта. Зато он какой прирост хороший дал. Я смотрю. Вон, какие веточки приросли. Так, поливаю. Видите, земля такая влажненькая. Здесь вот будем садить тыквы и дыньки. Сейчас пойду помидорки вам покажу, как мы посадили. Малину всё прикрыли соломкой. Валера подкормил. Пропололи опять. Подкормил. Вот так вот соломкой закрыли, чтобы она... Чтобы меньше поливать. Какие уже кусты. На жёлтый уже цвет набирает малина. Так. Вот наши помидорки. Вчера посадили под вечер. Я думаю, что им хорошо будет. Даже если немножко похолодает, всё равно им. Они у меня уже закалённые. Мне неделю стояли на солнце. И ночью я их в теплицу не заносила. Такие вечера. Ночью были плюс 8, плюс 10, плюс 11. Нормально. Первый ряд у меня низкорослые сорта. Полтора ряда низкорослых сортов томатов. Я их посадила друг от друга. Прямо сантиметров 25-30. Вот так. Три ряда. Высокорослые. Уже я их сантиметров 50 друг от друга посадила. Посмотрим, что у нас вырастет. Опять половина новых сортов. Ну вот в этом году, наверное, всё. Хватит экспериментировать. Выберу, какие нам что больше нравится. И посадим штук 20-30, не больше. Опять получилось у меня где-то 70 кустов. Точно получилось. Опять за всем надо же ухаживать. Вот такая вот плантация томатов. Хочу показать, как клубничка. Посмотрите. Цветёт. Цветёт. Там уже какие-то там муравьишки. Уже муравьишки бегают. Ладно. Прям подросла так. Хорошо подросла. Клубничка. Вот ждём ягодки уже. Тоже мы её всю соломкой обложили. Всё. Теперь. Даже не соломка, сено. Это сено. Соломку в этом году мы не покупали. Это сено прошлогоднее. Оставляли мешки. Вот давно, когда мы поливали, где-то дня три назад, а земля, знаете, прям мокрая-мокрая. А если бы так, такая суша стояла, было бы, уже давно бы высохло всё. Дорожки на дорожки, картон ещё, Валера, положила. Вот тоже сверху соломку, травку. А вот здесь-то у меня, смотрите, укроп. Вот посажу специально, не растёт. Вот он, вылез. Я говорю, Валера, оставь этот кусочек. Пусть растёт укропчик здесь. Жалко, прям хороший такой кусочек. А там вот посадила я. Сейчас специально посадила, замочила укроп, посадила. Он там возле дорожки. Не знаю, как получится. Левки, ну-ка идите отсюда. Подружки, подружки. Не ломайте помидоры. Здесь у них простор такой был. Они здесь бесились. А сейчас всё. Сейчас вот постоит немножко, потом ещё Валера картон между дорожек положит, чтобы и проходить лучше было, даже в дождь. Да и чтобы трава не росла. Прохожу мимо персика. Посмотрим сейчас. Да нет, завязались. Вот они уже персики, маленькие такие. Вон они они. Дай бог, чтобы они. Теперь их сохранить надо. Господи, это так нелегко. Чтобы их, чтобы не заболели, чтобы их никто не съел. Ну, особенно даже если, ну, едят, конечно, их, но это уже потом. А так в основном, чтобы не заболели от болезни. Ну, сейчас пойдёмте посмотрим, что вишню я не смотрела. Что там оно с вишней у нас завязалось. О, а то какой год уже она у нас. Цветёт обильно, а не завязывается. Нынче Валера в предыдущем видео пчёлкой работал. Ну, посмотрим, как эта пчёлка помогла. Мелкий-мелкий песок раскидывал, чтобы опылялась. Ну, так сказали. Ну, вот сейчас посмотрим. Так, вот не видно. Вот такие вот. А, вот, вот, вроде как. Ну, посмотрим. Сейчас, конечно, ещё не видно. Вот, сейчас покажу. Вот где цветочек, а там такая зелёненькая штучка, бляшечка такая, бульбочка такая. Вот, это значит завязалось. А если нет, то он просто пустой цветок. Ну, в принципе, в принципе, есть завязи. Ну, будем надеяться, что есть на вишне завязи. Так, сейчас посмотрим на черешню. Так, о, черешня хорошо завязалась. Вон, цветочки опадают. И такие прям зелёные ягодки уже висят. Хорош. Вот это вот более поздняя черешня. Вот это ранняя. Вот они ягодки. Они ещё молодые, да ещё и формировали мы их. Ну, покушать-то всё равно хватит. Хорошо. Это ягодки видно, их даже отсюда вот. Вот они, они. Как я люблю черешню. Очень вкусная, сладкая такая. Лучок. Ну, хороший лучок. Каждый день используем и едим. И готовлю, добавляю его. У меня салатик уже подрастает. Поздновато посадила. Ну, что, скоро. Ещё немножко, с недельку, наверное, кушать будем. Его, конечно, там кроты подрыли немножко. Ничего. Справился, вырос. Вон, господи, в петрушке какие-то грибы вырезали. Боже мой. Поганки явно. Надо убрать их. Здесь вот будем перцы садить. Там скопает. Ну, вот нам проворонил уже, скопал. Осталось только так просто подрыхлить и посадить. Здесь сделать луночки и посадить перцы. Здесь вот нынче будем садить перцы. Ну, может, на следующий год, не знаю, посмотрю. Может быть, и не буду садить одни помидоры, штук 30. И хватит. Может, даже перцев не будем садить. Посмотрим. Облегчаем постепенно, облегчаем свой труд. Всё зелено. Барбарис какой красавец. Скоро вигела будет свистеть. Прям большие кусты, но я их потом после цветения обрежу. Красавец барбарис такой яркий. Лилии уже вон вылезли. Такие тоже красивые. Гортензия. Вот метельчатая. Вот это вот самарская лидия. Сюда мы её пересадили. Чего, нормальная растёт. Это вот с рынка. Вот тоже метельчатая. Не знаю, какая на рынке покупала. Это белые шары такие. У неё более крупные листья. Она такая неприхотливая. Ну всё, дорогие друзья. Немножко вам показала, чем мы занимаемся. Ватерок поднялся. О, бронера всё ещё цветёт. Надо немножко её убрать, чтобы... Вон логинстремия белая. Покажу. Просыпается. Вроде не все, только веточки. Сейчас нельзя. Сейчас ещё поздно судить. Пускай ещё хорошенечко листики покажут свои. Кислица вылезла. Бывает спрашивают. Вот этот оксалис. Он зимует? Нет. Зимует. Видите, вот. А вот, смотрите, сколько здесь у меня бархатцев. Бархатец на бархате. Ну, пускай подрастут. Они пересадочку любят. Потом куда-нибудь повтыкаю, где не взошли. Я сейчас их уже не сажу. Они сами. Вон они. Сами растут. Вон и сколько много взошло. Ой, надо под клематис опору сделать. Если у меня клематис красивый. Ну да, а то он уже цепляется. Неизвестно за что. За колокольчики цепляется. Красивый такой красный клематис. Может быть, в этом году будет свести. Посмотрим. А еще, посмотрите, какой тюльпан черный. Прям черный. Такой темно-темно-темно фиолетовый. Красивый. Тоже такой высокий-высокий. Поздние тюльпаны. Вот эти тюльпаны, что я показываю. Какие-то поздние они так вышли. Все уже отцвели. А эти вот желтые и красные отцвели. А эти вот еще цветут. Тоже хорошо, когда такая разница. Подольше на них полюбоваться. На этих тюльпанчиков. Вон тоже у меня гортензия. О, что-то в эту сторону не заходило. О, если не упасть. Посмотрите, как у меня это бересклет крылатый. Сидел, сидел, сидел долго. Ничего себе. Не подходило, наверное, несколько дней. Буквально за неделю вот эти вот веточки у него прирост. Сантиметров по 15, наверное. 10-15 сантиметров. Ничего себе. Молодец. Хорошо стартанул. Бересклет крылатый. Бронера уже доцветает. Шикарный кустик. Клен. Клен красивый. Все краснеет, краснеет. Сейчас вот самая у него такая выигрышная краска. Здесь подрастает. Потом надо будет пересадить куда-нибудь эту аспирейку. Сейчас она отсветет. Я ее опять коротенько подстригу. Чтобы она плену не мешала. Такая красавица. Ну, ладно, дорогие друзья. Пойду сейчас готовить ужин. Всем всего хорошего. Мирного неба над головой. До свидания. До новых встреч.